Если храм православный есть, пойти туда, если воскресенье, обязательно должна быть там. И там приобрести можно святую Библию, как светильник к ногам нашим. Куда идти, с какой целью, с чем мы закончим жизнь. Она говорит не о временном, а из вечности в вечность переводит. Я знаю, что это крутая книга. Вот, видишь, какой хороший разговор получился. А что можно рассказать о ней? Что вы мне можете рассказать? Я могу вам сказать следующее, что Иисус Христос, Сын Божий, Второе лицо Святой Троицы, Он умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И спасение дарует даром через покаяние по благодати. И в этом вся жизнь человека. Притом меняет ее сразу, для вечности, для Христа. А здесь, ну, специально, отстойник какой-то сделанный для разврата, собрались все. Это правильно назвать не щадрулетка, а мусульманрулетка. Ну да. А это, дед, что можешь сказать, что будет после смерти? После смерти? После смерти? После смерти два пути, ад и рай. Если человек считает Слово Божие, вот тебе будет дизлайк туда, кто не считает и кто нарушает. А вот это... Да я так понимаю. Я понимаю. Ну вот, так написано, и мы так проповедуем. Великое Слово великого Бога для человека, желающего получить жизнь вечную. Жизнь это временная, только подготовка к вечной. Без Бога не до порога. Постоится-то, как говорит. А сейчас не только до порога, и в космос лезут без Бога. Да. Все в мире неверно, и смерть лишь одна верна, неизменно верна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец, и жизненные сказки конец. А там написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и на ум не приходило, что Бог приготовил любящим его. Там, где ни плаща, ни стона, ни болезни, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Радость во Христе с Богом. Вот как у нас бывает радость встреча с родными, близкими. Когда выздоравливает человек. Все человеческие радости, не стоит даже наименования, какие там будут радости. У меня один в шахте был завален, и говорит, клиническая смерть у него была. И он рассказывает, что видел. Но он сравнить не знает, как человек... У нас есть павлин, есть воробей. Так вот наш павлин, там выглядит как воробей, а остальные все выше его. А в аду что там? А? В аду. А в аду написано, озеро Огненное, где плащ искрежет зубов с дьяволом вместе. И муком конца не будет. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 25 глава. И что, и за аду никак не выбраться? Никак. Это 16 глава Евангелия от Луки. Я могу вам прочитать ее? Хотите? Ну, мы хотели бы, чтобы вы так рассказали. Был богач. Ну, олигарх. Ну, как Березовский. Каждый день пишет... Каждый день пишет, сказал, блистательно. Ему тут и рябчики, и фазаны, и все-таки... Ну, как в Кремле. Жил, все было. Блудниц у него, два гарема. На выходные, на праздники. Ну, жил так, как положено шейху жить. И у него где-то во дворе нищий был Лазарь. Просил крошки, падающие со стола, и никто не давал. И собаки приходили, лизали его с трупья, где кровь текла, там лопались гнойные нарывы. Ну, вот умер богач. И похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел Лазаря на лоне Абрама. И говорит, отче Абраме, пошли Лазаря сюда. Чтобы он мочил конец перста в воде там. И перенес мне язык, прохладил. Он говорит, Чадов, вспомни. Ты получил доброе то в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне он здесь утешается, а ты страдаешь. И кроме того, между нами и вами учреждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти, оттуда к нам не могут. И отсюда к вам не переходят. Я вам дословно прочитал. Ну, в какой смысл? Я имею ввиду то, что из Ады можно в рай попасть? Или все? Все написано, не переходят. За гробом покаяния нет. А вот сегодня, пока ты живой, можно. Через покаяние, через веру во Христа. Что он умер за каждого человека. Грехи мира поднял на себя. Как глаза закрылись, душа отлетела от тела. Все, наступило по-новому. Ну, спасибо, Дед. Ладно, пойдем дальше. Если хотите больше узнать, зайдите на наши ресурсы. У меня YouTube есть, сайт, форум, mail.ru. У нас очень большой YouTube. 17400 роликов. Они спрашивают название канала. Называется «Во свете Библии» канал. «Во свете Библии». А это кто там сзади? «Во свете Библии» наберите, а потом Игнатий Лапкин. Это я. Добавьте. А сзади кто там? Вы как бабы уколот. Ну, какая вам разница, кто? А то пустым голову забиваете. Ну, сын мой сидит тоже у компьютера. И что дальше-то? Что это вам даст-то? Мне. Ну, зачем это любопытно? Интересно. Ничего в этом интересного нет. Вы его знать не знаете. Вы деньги зарабатываете? А на чем? На YouTube. Никогда ни копейки. Я вообще не зарабатываю. 45 лет начальник детского лагеря, который образовал сам. Ни копейки не получаю. Ни я, ни обслуга. И тысячи детей подняли. С нуля строим православную деревню. Вел занятия в пяти университетах, тринадцати школах. И все это бесплатно. Да еще помогаем в тюрьме. У меня пенсия большая. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Хватает? Хватает и остается. А куда, говорит, остатки деваете? Да съедаем, говорит, даже не хватает. А вы священник или кто? Священник благовестия. Освященник в храме по благодати. Мой родной брат. А я проповедник. Ну да. Ну нашли? Нашли? Нашли, нашли, нашли. Вот если вам нужно будет получить наши сокровища, по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией. Я вам сразу скину все наши сокровища. Хорошо. С Богом. Спасибо. Аллилуйя. Все. Давай. Духовное. А спасение? Никаких. Это что, полное безразличие или так возвысились? Полное безразличие. А почему? Не знаю. Ну, если вы знаете, что жизнь временная, а вот в вашей книге это написано, что она вечная, и придется отвечать и за злые дела, и за добрые, это уже не безразличие. Будешь экономно жить, и более всего ценить минуты жизни. Неповторимое. Люди иногда говорят, время – деньги. Деньги можно вернуть, а времени нет. И говорят иногда, так трудно. Тут ад, ад, говорит, ад. Ад на земле. Разница есть. В аду нет покаяния, а здесь есть. В аду нету воды прохлада, а здесь есть. В аду нет конца муком, а здесь есть. Какой бы ты болезнью ни болел, все кончится когда-то. Так что на земле сказать, что ад нельзя – это неверно. На земле среднее. Ты можешь избрать рай или ад. Все зависит от тебя. Добровольно. И тогда у тебя будут знания, ты будешь знать, для чего живешь. Вся жизнь будет другая. А здесь блудники, прелюбодеи собрались со всего света. Эта рулетка очень государству нужна. Кто, говорит, залез под женскую юбку, тот на площадь митинговать в Майдан не пойдет. А к государству разницы нет, ты хоть и денешься бы живи в этой срамоте. Вот так. Я гляжу, вот разговариваю с вашими знакомыми, так назовем где-то. Мало встречается тех, как и у наших, чтобы интересовались задать вопросы. Если я со студентами и отвечаю на вопросы, то я и готов здесь ответить. О божественном, о вечном, о святом, о чистом. Еще нету. Ну, мне, к сожалению, нет вопросов по этому плану. Ну, все равно вопросы есть, вы только не знаете. Главный вопрос, как спасти душу. Что будет там за гробом? Вот так. Не интересуюсь, нет у меня такого вопроса. Ну, значит, вы никакой. У нас такие же. Сейчас один зрелся. А я православный. Я Библию показываю. А, это ерунда. Какой же ты православный? Ты богохульник. Когда одной черточки из Библии нельзя потерять. Господь говорит, дороже неба и земли. А он рукой машет на эту. Ну, видно, что опупел здесь. День и ночь мужики здесь голая половина. Лежат, караулят, какая бабенка пойдет, чтобы заразиться от нее. Фу, срамота одна. Зловоние аж вот здесь слышно. А ты по-хорошему вымоли у Бога, чтобы она была спутницей жизни. Чтобы она тебя слушалась, а не подкаблучником был. Сказал слово закон. Вот тогда видно будет, что ты мужчина. А то бороды позбревали, бабенка какая-то. Две мамы в одном доме. У тебя должна быть борода, как Александр Невский говорил, чтобы наводить ужас на супостатов. Так что поделаешь, если я сам супостат? Ну, надо думать. Вот слышали такой есть человек, Рамзан Ахматович Кадыров? Конечно. Слышали. И он рассказывает, как познакомился с женой где-то. Она училась в 10-м классе. Я ее одну никак не захвачу нигде. Она с подругами. А подойти нельзя. Это никак у нас. И она, когда пошла одна по лестнице, то я, говорит, ее прямо на повороте догнал. И сказал, все равно посватаюсь. И скорее побежал. Никто не видел. То есть они умеют хранить, мусульмане, женщин. Тут поучиться надо. Вот у нас община отдельно православная. У нас все женщины надеты в два платка, как чижаб на них, и платья до полу. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Христиане все. Знаешь, как полное доверие. Ну, как одна большая семья. Понятно. Посты соблюдают. Рамаданы все эти. Вот у вас, я разговариваю с мусульманами, говорю, что у вас самое ценное? Они не знают. Я говорю, намаз. Пятикратный намаз у вас самое ценное. А у нас семикратный. Каждый раз намаз и сто поклонов. Намаз и сто поклонов. Тогда оно что-то будет. У тебя ум будет все время там, не здесь. Понятно. Спасибо за интересное. Если у вас будет желание получить что-то, у меня большой YouTube канал называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. «Во свете Библии». У меня там 17 400 роликов наших. И вот если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, я там один только. Я сразу вам скину все материалы. Ко мне многие мусульмане приходят. Ну, с Богом. Счастливо.